Эту тему будем далее обсуждать с Сергеем Брачуком, спикером Украинской добровольческой армии «Юг». 665-й день полномасштабного вторжения. Сергей, доброе утро вам. Слава Украине, слава вооруженным силам, доброе утро, Корея. Героям слава. Сергей, вот указывая эту историю, конечно же, вражеский ИПСО по поводу возвращения в Херсон, а действительно, ваше мнение, насколько физически это возможно, учитывая то, что и Наталья Гуменеку оказала даже географическое положение правого и левого берега? Ну, дело географии, конечно, само собой разумеется, но и самое главное, что у урга сегодня нет возможности не проводить форсирование реки Днепр, тем более не видно, чтобы были сформированы ударные группировки на левом берегу. Более того, давайте не забывать о самом главном. Сегодня на левом берегу есть наши плацдармы, пусть они небольшие, пусть сегодня они не такие, как нам бы хотелось, и нет пока еще продвижения вперед, но левый берег, наши морские пехотинцы, наши подразделения территориальной обороны, сил специальных назначений, гор, СБУ, то есть различные подразделения сил обороны выполнили и выполняют самое главное задание. Они скрывали на левом берегу ударные силы противника. Группировка Днепр сегодня в своем составе имеет более 70 тысяч личного состава, но я думаю, что на это утро уже их меньше, потому что поражение огневыми средствами, это прежде всего и наши дроны, маленькие комарики, которые делают большую работу. Уничтожается вражеская техника, уничтожается личный состав. Именно левый берег сегодня дает спокойно, конечно, относительно, потому что обстрелы продолжаются, дышать правому берегу и Херсон. Левый берег сегодня выполняет и задачу того, что, например, резервы вражеских сил, группировки Днепр, они не могут быть переброшены на другие направления, на которых тоже ведутся ожесточенные бои. К сожалению, есть продвижение вражеских сил на некоторых локациях, но, тем не менее, сегодня по Херсону надо чувствовать себя спокойно. Насколько еще, еще расскажу, это возможно в условиях постоянных обстрелов. Так что левый берег сегодня работает больше направо, и это вполне очевидно. Продолжим тему этого плацдарма. У российских войск дефицит техники для эвакуации раненых в Херсонской области. Так вот, об этом сообщает Американский институт изучения войны. Его аналитики отмечают, что украинским силам удалось сохранить свои позиции в Крынках и вокруг населенного пункта. И это все, несмотря на попытки контратаковать со стороны россиян. Накануне сообщалось, что россияне перебрасывают бронетехнику под Крынки, чтобы выбить оттуда ВСУ. Однако путинские войска ведут неэффективную контрбатарейную борьбу, а также страдают от некачественной связи и отсутствия возможности эвакуации, сообщают в институте изучения войны. Сергей, насколько мощный ресурс у противника, чтобы продолжать в таком же режиме давить на наш плацдарм? Ну, если мы говорим, например, о прошедших сутках, то как минимум 8 вражеских атак массированных вчера было отбито именно на левом берегу. При этом враг теряет действительно прежде всего боевую технику, тяжелую технику. Речь идет о танках, речь идет о боевых машинах пехоты, боевых машинах десанта. Потому что на этом направлении очень активно против левого берега, против нашей плацдарма работает именно вражеский десант. 104-я дивизия ВДВ Российской Федерации, которая была сформирована как раз под начало так называемой специальной военной операции, но уже понесла огромные потери. Что касается техники, технику действительно враг перебрасывает, техника горит. Сегодня населенный пункт Крынки, вернее то, что от него, наверное, уже нельзя сказать осталось, потому что там полностью выжженная земля, там руины. Так вот, там район локации Крынок сегодня превратился уже в кладбище российской военной техники. Мы говорим о том, что я уже сказал, что используются наши дроны, работает очень четко и очень эффективно наша артиллерия. Что касается вот этих выводов Американского института, ну давайте говорить о том, что они базируются прежде всего на наших сообщениях, а также на сообщениях так называемых российских военкоров. Что касается эвакуации личного состава, раненого, действительно раненых очень много, они не успевают, не справляются. Тех, кого удается эвакуировать, их небольшая часть. Зафиксированы случаи, когда российские солдаты сами на поле боя добивают своих раненых. Это уже отснято в том числе и на украинские видео. Я думаю, что в случае необходимости такие материалы тоже будут предоставлены. Очень интенсивные бои, поэтому сегодня точно особо не до картинок, тем не менее. Еще раз скажу, такие случаи зафиксированы. Более того, вражеская техника, когда идет с десантом на борта в атаке, она выбрасывает десант и пытается вернуться сразу к пункту дислокации на своей позиции. Сделать это не удается. Поэтому потери большие, ну я бы сказал, они огромные. Цена штурма к Плазармам на левом берегу для россиян сегодня очень высокая. Ну и вот касательно цели противника, генерал-полковник Александр Сырский сообщил о том, что для российских оккупантов все-таки остается чрезвычайно важным Бахмутское направление. Противники хотят сделать, ну вот, наступать на один из городов Бахмута и затем двинуться дальше. А каких именно городов идет? Вот, цель врага на этом направлении СНА это наступление на населенный пункт Часов-Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск и с последующим выходом на границы Донецкой области, обозначил Сырский. Ну и также сказал, что там на направлении сосредотачивают россияне главные усилия. Это к штурмовым действиям привлекают наиболее боеспособные подразделения, в частности десантников, морских пехотинцев и также Шторм-Ви, так называемый Шторм-Зет. Как мы видим, особо ничего не меняется в тактике. Но, а вот направление, почему до сих пор остается так важно это направление для россиян? Ну, собственно, вы ответили уже на свой вопрос. Действительно, это административная граница Донецкой области, это то, что враг пытается сделать уже на протяжении двух лет, у него ничего не получается. Поэтому понятно, что Авдеевка остается в зоне особого внимания. Понятно, что Бахмут, Маринка, вернее, то, что тоже осталось от этого некогда цветущего населенного пункта. К сожалению, сегодня вооруженные силы Украины контролируют очень маленькую часть, до 2% от того, что осталось от Маринки. Но враг тоже заплатил очень большую цену за эти руины, пытается продвигаться. Еще раз мы говорим о том, что главная цель выйти на административные границы Донецкой области. Мы помним, что это была заявлена одна из так называемых целей, так называемая специальная военная операция. Ну и Купинское направление тоже остается очень серьезным. Там тоже очень жестокие бои, район Сенковки. Есть определенное тактическое продвижение врага, там где-то 100-200 метров до 300. Но это большая цена, которую враг платит. У нас тоже там есть хорошие укрепрайоны, и сегодня наше подразделение выполняет те задачи по сдерживанию врага, которые должны выполнять на этом этапе российско-украинской войны. Поэтому давление сумасшедшее, просто сумасшедшее. Понятное дело, что бункерному деду под елочку необходима хоть какая-то победа. Поэтому мы увидим, что периодически сообщается о том, что триколорная тряпка вывешивается где-то в районе Манинки, там, где никого уже давно нет и в ближайшее время быть не может. Но тем не менее, какая-то победа, вернее, ее имитация сегодня для Кривля очень важна. Я спрашивала, почему именно это до сих пор направление остается приоритетным? Поскольку давайте вспомним также издание Бильд, которое опубликовало карту о намерениях Российской Федерации захватить полностью восточную Украину. Я думаю, вы тоже видели эти карты. Казалось бы, желтой прессе не особо стоит доверять, но тем не менее, давайте вспомним, в это же издание когда-то до полномасштабного вторжения тоже были карты того, откуда планируют нападать Российской Федерацией. Так вот, я почему об этом спрашивала? Потому что получается так, что на юг уже у них сил нет, и поэтому они сосредотачиваются с восточной частью Украины, поскольку через границы проще перебрасывать подкрепления и так далее. Вот как вы видите эти усилия? Действительно ли ослабевают усилия российских военных на юге, нежели на востоке? Ну, планы у них остались в том числе и на юг нашей страны. Они тоже это озвучивают, озвучивают в том числе и через подобные издания, которые очень часто ориентируются на сообщения российских военкоров. Поэтому тут действительно надо делить на 10, а еще лучше меньше обращать внимание на такие сообщения. Понятно, на чем они построены, на кого рассчитаны. Что касается юга, ну давайте не забывать о том, что сегодня Крым временно оккупированный является милитарным хабом для группировки войск на левобережье. Временно оккупированный Херсонской области. Соответственно, враг перебрасывает с территории Российской Федерации по этому коридору сухоплотному вдоль Азовского Черного моря свои войска. Поэтому группировка Днепра, о которой я очень много говорю, она насыщенная. Но сил действительно для того, чтобы атаковать правый берег сегодня у врага нет. С другой стороны, давайте не забывать о том, что есть у нас Работинский плацдарм. Это направление для врага тоже очень важно. Более того, там тоже проходят очень жестокие бои. Враг пытается срезать этот Работинский плацдарм. То есть вернуться на те позиции, которые россияне потеряли несколько месяцев назад. Мы помним это продвижение, эти контрнаступательные действия наших вооруженных сил. Вот сегодня задача у врага, и он использует максимально все, что у него есть. Начиная с стрелкового оружия, заканчивая использованием авиации. Все силы и средства для того, чтобы вернуть эти позиции и, возможно, со временем продвигаться дальше. Ресурс, к сожалению, человеческий у них есть по количественному составу. То же самое по боевой технике. Поэтому есть определенное продвижение. Но есть героическая борьба украинских вооруженных сил. Поэтому верим в вооруженные силы и верим в то, что нам удастся удержать все основные позиции до Нового года. Ну а там весна. Понятное дело, тоже будут атаки, потому что это предвыборный кейс. Выборы без выборов. Тем не менее, тоже что-то в кошелку для Путина надо положить. Мы уже неоднократно говорили о достаточно серьезном присутствии противника в воздухе. Я имею ввиду БПЛА, дроны. Достаточно мощно Россия в этом плане представлена. Так вот, президент Зеленский на пресс-конференции сказал, что в следующем году миллион дронов для украинской армии уже будет обеспечено. Вот эта цифра, Сергей, как, по-вашему, сможем ли мы таким количеством, ну если не преимущество, то хотя бы паритета в воздухе достичь в плане военной разведки, поддержки нашей пехоты с воздуха? Ну сегодня, я уже часто говорю о Левом береге, сегодня на Левом берегу за счет этих дронов удается не только удерживать плацдармы, но и уничтожать очень эффективно вражескую технику. Что касается цифры, которые озвучил президент, я думаю, что эта цифра будет и может быть, и должна, самое главное, быть больше. Президент, ну скажем так, просто символично ее назвал, чтобы она информационно прозвучала, мы тоже это должны прекрасно понимать. Я думаю, что те усилия по производству дронов, которые сегодня налаживаются в Украине, они должны стать еще больше. Сегодня мы говорим о том, что технологичная война, о том, что этап технологий сегодня становится главным в этой войне, поэтому я думаю, что нам каждый день нужны эти дроны, их должно быть много, и, наверное, все-таки действительно не только миллионам исчисляются потребности вооруженных сил. Ведь не каждый дрон, к сожалению, может долететь до цели. Тем не менее, то, что это направление определено как одно из приоритетных, это абсолютно верно, это правильно. Я думаю, это то, что позволит нам действительно каким-то образом компенсировать то, что у нас сегодня нет паритета в воздухе, кто-то довольно скептически относится к тому, что появится F-16 через какое-то время, повлияет ли это на ситуацию на фронте однозначно, изменит ли это характер войны, ну, по крайней мере, надо двигаться в этом направлении, в том числе дроны, авиация. Это то, что сегодня является наиболее эффективным. Но это то, что спасает жизни наших обратимых, это самое главное. Да, и также снарядом. Спасибо вам большое, Сергей, что нашли время для нас. Спасибо, дикого дня. И вам также. Спикер Украинской добровольческой армии Юг был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры подогнал «Симон»